Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Индекс адгезии считался по формуле, где он равен количеству клеток бактерий, которые прикрепились к 50 петелиоцитам и 50 изученных петелиоцитов. Это и есть клетки бактерий. Это метод по автору госпожи Благонравовой, который был опубликован в 2011 году в медицинском альманахе и показал сравнительный анализ адгезивности микроорганизмов, которые выделены от пациентов и с объектов. Продолжение следует... 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 Также в присутствии водно-спиртового эликсира концентрата, конечно же, бактерий никаких вообще не остается, это наиболее эффективное средство в той концентрации, подразумевается, что, конечно, его рекомендовано разводить. Гель, который содержит хлоргексидин, медные производные хлорофилы, еще там ряд действующих компонентов, он показал вторую по счету эффективность, поэтому очевидно, что вот эти средства имеет смысл применять в острый период, тем более, что наличие антисептика здесь, в общем-то, в данном случае совершенно не смущает. И также в отношении части бактерий высокую, в отношении части средняя эффективность показалась гель-гидрокерцитином, корой осины, медными производными хлорофилами и еще частью активных компонентов, который показал, что на бактерии, которые первично участвуют в образовании парадонтита, он влияет в меньшей степени, поэтому его имеет смысл использовать для поддержания на этапе ремиссии, ну и, соответственно, комбинировать с ополаскивателем, который тоже показал относительно среднюю эффективность в данном случае после вот такого однократного применения. Очень интересный результат показал гель, который состарился за два года, но сохранил в себе антисептические компоненты, поэтому что можно сказать? Да, видимо, старение основы препятствует высвобождению этих компонентов, ну и часть концентрации растительного комплекса, конечно же, разрушается за два года за срок хранения, поэтому остается химический антисептик, но, в общем-то, за счет него в основном и отработал этот гель с истекшим сроком годности. Ну и в таблице обозначены, соответственно, вот первое, это был ополаскиватель. Так, Ксения звонит. Да, Ксения. Алексей, я тебе вопрос. Там просто на двери обязательно будут. Кто звонил, кто ополаскиватель, если нет, то есть? Ну, хорошо. Ну и прекрасно. Да, ты можешь им бутылку подарить, на самом деле, еще одну, и сказать, что, ну, типа, как бы, чтобы у вас было четыре бутылки, во-первых, короче, что, типа, достатка могут быть. Да, все, давай, я пишу вебинар, давай, пока. Спасибо. Схематическое изображение результатов, представленных в таблице. Ну, как мы видим, в общем-то, все то же самое получается. Это легенда как раз. Каким цветом отмечены какие бактерии. Также было интересно оценить результаты, расставив их в порядке угасания эффективности. И в данной таблице мы видим, что, конечно, эликсир показал самый высокий результат. Гель с хлорофиллом, хлоргексидином. Также показал высокий результат гель с дегидрокверцитином. Показал высокий результат, но не в отношении всех микроорганизмов. Ну, а масляные формы, как-то они в этом отношении. И вот полоскание тоже в отношении парадонтопатогенных микроорганизмов. Показали свою эффективность и говорит о том, что его имеет смысл применять не только для профилактики, но и в острый период, когда уже устранена инфекция, было проведено несколько клинических этапов лечения парадонтита. Профессиональная гигиена, в первую очередь, и скайлинг, рутплейнинг. Результаты антибактериального исследования растительных комплексов. Очевидно, что эликсир, конечно же, наиболее эффективен за счет содержания в своем составе спирта. И максимальной концентрации всех компонентов. Гель с хлорофиллом, хлоргексидином, конечно же, он эффективен за счет химического прямого антисептика. Ну, а также всех остальных компонентов, которые открывают дорогу для активного действия антисептика в этих условиях и не снижают ее концентрации за счет бактерий мертвых, упущенной какой-то массы активного компонента и замедленного освобождения основы. Гель-3 также с хлорофиллом, хлоргексидином после истечения срока годности показал достаточно высокий результат. Ну, и полоскание гель с корой осиной и дигидроферцитином не показали высокой цитной активности, но показали высокую статическую, учитывая количество бактерий, которые остались после их использования средства. Ну, а масляные растворы, к сожалению, показали низкую эффективность, тут ничего мы сказать не можем. Поэтому их, наверное, имеет смысл использовать все-таки вне активной инфекционной флоры именно для восстановления мягких тканей, бисны, слизистой и так далее. Исследование антиадгезивных свойств. Был взят стандарт для контроля, это 75 бактерий, ну, плюс-минус 6. Однократно были нанесены средства все, ну, по той схеме, которая была представлена выше. Ну, и вот результат, который мы получили. Конечно же, наибольшую активность показал антиадгезивную, как это ни странно, эликсир, который содержит в составе спирта, препятствует адгезии каких-либо вообще бактерий, ну, а также гель с корой осиной и дигидрокверцитином, поскольку адгезия препятствует компоненту, содержащийся в коре осиной, ну, а дигидрокверцитин, как мощный антиоксидант, антигипоксант и стимулирующий фактор для сосудов, так называемое П-реактивное вещество, П-активное вещество, являющееся, по сути, производным рутина, витамина П, изменяет проницаемость сосудистой стенки, что достаточно хорошо влияет на микроциркуляторный рост. Результаты антиадгезивного исследования комплексов. Ну вот, эликсир и гель показали сопоставим максимально антиадгезивно эффективность за счет альгината натрия, например, в составе геля, который достаточно большой механически связывает бактерии. Гель с хлоргексидином и ополаскивателем показали средний эффект, но масляные растворы тут, в общем-то, не влияют на адгезивность, поэтому надо, если их использовать, наверное, преимущество для лечения слизистых, потому что они очень обладают хорошей регенерирующей способностью. Ну а за счет того, что масляные растворы длительнее удерживаются, чем эликсир водно-спиртовой или водный ополаскиватель, это, конечно, имеет смысл, потому что продлевается эффект. Ну и оценка отебиопленочных свойств представлена в виде фотографий микроскопических увеличения 400. Ну и мы видим просто по количеству клеток, оценивается результат визуально, мы видим, как поменялся профиль и количество бактерий, которые остаются. Это гель с хлорофилом и с хлоргексидином, это ополаскиватель, тут чуть больше мы тоже видим, да, что антибиопленочные свойства. То есть для постоянного применения он проходит идеально, а однократное нанесение, конечно, оно так хорошо влиять не будет. Масло с каротиноидами. Тоже показал среднюю активность. Гель с хлорофилом, с хлоргексидином полностью, в общем, практически полностью убрал. Понятно, что в исследовании мы однократно наносим средство, а пациент применяет его регулярно на протяжении какого-то времени, либо в острый период после профессиональной гигиены и скалинга, рудпленинга, либо потом уже, когда наступила ремиссия, и острый период был купирован, или период обострения. Антибиопленочные свойства эликсира против золотистого стафилококка, как мы видим, тоже, в общем, все замечательно действует. Масло с каротиноидами. За счет активных компонентов, мы думаем, из состава ее все-таки масляной формы, препятствия образованию биопленки, оно действует положительно за счет создания вот этой иной вязкости, на слизистой против клевзиэлопневмонии, это гелстиль с клорофилом, хлоргексидином. О чем это говорит? О том, что все средства, они обладают антибиопленочным действием против, в общем, различных компонентов, материальной флоры, которая может присутствовать. И вот такое красивое исследование. Видите, какое большое количество колоний было изначально. Это гель, запатентованный уже с клорофилом, короосиной и гидрокверцитином для полости рта против стафилококкуса ангеноза. Антибактериальная активность растительных комплексов, по сути, представлена тремя компонентами. Это антиадгезивная активность, это собственная антибактериальная активность и антибиопленочные свойства средств. Поэтому они позволяют предотвратить и на ранних этапах адгезию и колонизацию, когда у нас санированная ситуация. Также снижают образование патогенной бактериальной биопленки. И антибиопленочная активность снижает вероятность хронизации инфекции. Что приятно. То есть пациент может применять ее длительно, поскольку средства также не вызывают привыкания. Ну а прямое антибактериальное действие за счет содержания химических компонентов, оно снижает инициацию первичного инфекционного процесса. Поэтому такое трехэтапное антибактериальное действие, оно снижает риск развития парадонтита как такового, даже в случаях присутствия в этой области парадонтопатогенных бактерий. Поскольку растительные комплексы влияют на физические свойства. И в этом самый главный смысл нашего результата, который мы получили в результате исследования. При использовании в острый период после профессиональной кабинетной профгигиены, поэтому рекомендуется использовать гелевые формы. И, конечно же, эликсир. Чтобы быстро восстановить структуру состояния ткани парадонта, нормализовать трофику и питание, и дыхание, и обменные процессы в тканях и клетках. Ну а применение после купирования, соответственно, первичного острого процесса этих средств посутствует удлинению периода ремиссии. Это будет ополаскивать или гель с дегидроклицетином, который не содержит антисептика. Существенно снижается риск обострений повторных и их течения. И повторное повреждение ткани инфекционными агентами, оно тоже снижается. Поэтому форма выпуска, безусловно, влияет, поскольку определяется время вот этой полезной, эффективной экспозиции раз, и второе, разная концентрация разных средств. Гели, конечно, дают максимальный эффект за счет замедления и высвобождения веществ из основы биоадгезии и образования пленки. Поэтому вся вот эта пленка оказалась глазом не такая толстая. Она обеспечивает именно замедленное освобождение за счет того, что постепенно смывает слюнной жидкостью до трех с половиной часов. Высокая концентрация активных компонентов в водно-спиртовых растворах, речь идет об эликсире, конечно же, также вызывает стойкий эффект, но не обеспечивает длительное воздействие, поскольку быстро смывается со слизистой десны и в полости рта. И в острый период мы рекомендуем до трех недель применять комбинацию эликсир плюс гель с хлоргексидином с антисептиком, а после купирования применять полоскание и гель с корой осиной и дигидрокверцетином. Ну а полоскание и гель с корой осиной и дигидрокверцетином также могут использоваться как эффективное профилактическое средство, тем более, что в случае геля с корой осиной ДКВ этот патентный поиск уже завершен и подтверждена ее эффективность. А патент как раз на гель с антисептиком он прошел формальную стадию экспертизы патентной ФИПС, и мы ожидаем уже выдачи окончательно нашего патента на второй гель. Имеет смысл дальнейшее, конечно же, проводить исследования активности растительных комплексов в различных формах выпуска, например, тетруя эликсир до концентрации ополаскивателей и сравнивая их между собой. Например, исследовать частоту нанесения различных гелей и период привыкания бактерии. Наступает он на самом деле или нет? Или вот этот комплекс вместе с антисептиком он продолжает действовать эффективно за счет того, что медленно высвобождается концентрация. Ну и гель со стекшим сроком годности он теряет активность за счет старения именно основы из-за потери влаги. Основа сохнет, но, собственно, и возникают такие проблемы. Вот патент, который был, наверное, получен в 2021 году. Ну и везде также содержатся медные производные хлорофилы натриметихлорофилин и еще ряд активных компонентов пантенол, лантаин, один кератопластик, другой кератолитик. Это тоже средние по действию антисептические средства, ментола, генол, увлажняющие, которые нормализуют структуру десны, комплекса тканей парадонта. Ну альгинат натрия он очищает механически. Поэтому вот эти все перечисленные эффекты, они действительно наступают, и что, в общем, было неочевидно, что действует мультинаправленно. И второе, что пролонгированное действие, оно обеспечивается за счет гелевой формы. Благодарю вас за внимание. Докладу присвоен уже идентификатор DOI, вы можете вот по нему найти. И это QR-код как раз для перехода. Спасибо, всем отличного дня и настроения.